На этом творческое просвещение новоуренгойцев не закончилось. 19 сентября в галерее Новоуренгойского музея состоялась встреча с местным писателем-фантастом Артёмом Пасохиным. Горожанам он презентовал свою пятую книгу. Сборник рассказов полистала и наша съёмочная группа. Кажется тяжеловато, может быть, даже чуть-чуть, но, в принципе, книга получилась такая, наверное, собранная, что ли, как пицца из разных кусочков. Творческий путь новоуренгойского писателя начался с рисования. Позже хобби переросло в роспись различных фигур и миниатюр. В 30 Артём Пасохин решил создать комикс, но попытка не увенчалась успехом. Зато так появилась первая книга «Создатели утопии. Безмолвные истины». Произведение получилось невитиеватым, написанным простым для читателей языком. Так и зародилось желание писать, а точнее сотворять. Книга за книгой и так на протяжении пяти лет на счету у писателя уже пять книг. Теперь пришло время сборнику рассказов. Разбросанные дары, 11 историй о других мирах и человеческих судьбах. Это первый сборник на Ямале, который получился фэнтезийным, да еще и с иллюстрациями. Он обратился ко мне с предложением. Говорит, а давай-ка, вот у меня тут выбирается один из рассказов. И хочется сопроводить их иллюстративным каким-то материалом. Я, естественно, согласилась. Это же такая вообще радость. Это такое интересное. Ну, вообще эксперимент интересный. Интересный, но довольно сложный. Ведь ни писатель, ни сама художница не знали, какие образы будут у героев. Разногласия в процессе были, однако компромисс находили быстро. В творчестве Артема Пасохина это первый сборник, получивший на разворотах страниц иллюстрации к рассказам. Такое новшество не могли не оценить и фанаты фэнтези-рассказов. Гордость за то, что у нас есть в Уренгуе такой человек. Это очень интересно. Люди, мы все в интернете, мы все в огромном масштабе информации, но мы не владеем информацией. Мы много знаем, но не знаем ничего. По сути, мы разучились общаться вживую. А вот этого и не хватает, живого общения. Вдохновение, наверное, берется из идеи. Все-таки в первую очередь хочется ее реализовать. Качественно реализовать, полноценно, конкурентно способный другим писателям. Притом каждый раз поднимая свой уровень. В данный момент работаю над книгой. Это будет фэнтезийный роман. Рабочее название – дневник корректора. Задумка такая появилась спонтанно, опять же, во время прохождения курсов по литературному направлению. И если все нормально, к следующему лету я его планирую написать. Писатель признается, направление фэнтези выбрал не случайно. Именно этот жанр позволяет разгуляться воображению и сделать что-то действительно стоящее, хоть и вымышленное. С реализмом бы такого точно не получилось. Вероника Самошкина, Денис Галкин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.